Привет всем читателям портала MoscowFive. Как мы обещали, сегодня проведем трансляцию с нашим составом по Лиге Легенд. Я вижу очень много ваших вопросов в комментариях, мы в сумме почти 300 вопросов, мы по мере возможности попробуем ответить на все из них, но на всяком случае самый лучший точно обретут ответ. Ну начнем с самого первого, его задают Жене постоянно. Почему Ген же играет без кино? Жене. Почему? Ну 300 не делался в кино. Быстренько. Так, тут и дваждый вопрос, будет ли Пеппер тренить Леону, это пригодится как минимум против CLG. Играя тем, что можно на команде. На это не моя вина. Так, дальше, ну вот я думаю, Леша, кто решает каких героев? Пеппер. Героев решает команда. Каждый, кто предлагает свое мнение, дальше, в принципе, тот, чья линия уже выносит по последнее решение. Потому что человек лучше знает, чем он убьет свою единицу. Коллективно. Дарин, ты зачем усы сбрил были? Пирата порезали, усы сбрил. Так, следующий вопрос. Как думаете, лучше играть как можно большим количеством героев или знать 3-5 на ура? Знать на ура как можно больше героев. Да, неплохо. А как собираетесь летом готовиться к интернешнл? Ну, он, правда, чуть по-другому называется у нас, не совсем интернешнл, а финал со второго сезона. По лоу, будете ли вы вообще готовиться? Будем готовиться. Сначала нужно Gamescom выиграть. Ну, в принципе, все вот эти LAN-турниры и остальные тоже будут подъявляться подготовкой. Dreamhack, польский турнир, если доберемся. Так, вот этот вопрос, кстати, часто Дарин, вот я в комментариях видел. Дарин, планируешь ли ты ставить в арминотопии или будешь играть более цифрово? Цифрово. По ситуации, парни. По ситуации. По ситуации. Пеппер, что думаешь про саппорт Кайли? Ничего. Развернутый вопрос. Так, у него же вопрос, планируешь ли ты увешивать время своих стримов? Ну, в принципе, после Ганнавера планировал, но я заболел. Потом, пока восстанавливаться не было особо возможности. Ну, не знаю, посмотрим по ситуации. Сейчас много всяких турниров, которые надо готовить. А сейчас я не полюбаю. Не особо до стримов. Дальше. Ну, это вопрос ко мне. Расскажите, почему пропустили ОГМ, корейский ОГМ. Ситуация следующая. По поводу турнира, который был в Корее, в The Champions on GameNet. Мы получили инвайт на этот турнир еще в марте. Просто некоторые там писали, я видел в комментариях, что, мол, организация не может договориться. Или мы такие ущербные, что нам не дают инвайт. Нет, все было не так. Мы получили в числе первых команд мировых. Был у нас уже инвайт. Еще до начала первого сезона у нас уже был инвайт на второй сезон. Но в течение двух месяцев очень круто поменялись условия организаторов. В чем заключается это? Во-первых, они увеличили срок проведения. Он был увеличен до двух с половиной месяцев. Это раз момент. Дальше два. Они сократили призовых фондов в два раза. И те вещи, которые, допустим, они оплачивали со своей стороны, тоже были несколько порезаны. Поэтому взвесив все за и против, мы для себя четко решили, что для нас сейчас важнее. Плюс еще квалификация европейская на финалы мировые совпала по датам с этим сезоном. И дабы не совмещать, там, не гнаться за двумя зайцами, не жить в Корее, потом лететь из Кореи в Германию, играть там, из Германии возвращаться в Корею, продолжать играть. Чтобы, скажем так, сконцентрироваться на чем-то одном, мы выбрали для себя конкретную цель. Что для нас в разы важнее попасть на финал второго сезона, ну и выступить там по максимуму. А ОГН, с учетом того, что он идет так долго и финансово очень сильно затратный проект, мы решили пропустить в пользу, наоборот, второго сезона. Вот. По поводу МОГ, тут все достаточно просто. Самый главный момент, то что у нас, у Эдуарда, как раз в эти даты попадали экзамены, и лететь туда, скажем так, с заменой, полный абсурд. Ну, момент номер два, на тот момент мы только восстанавливали свою форму, и объективно, даже если бы мы полетели, было бы тяжело что-то показать. Красиво. Поэтому мы не хотим размениваться по мелочам. Это что касается этих турниров. Следующее. Так, Генжа. Так. Что думает Генжа о новом герое Драване? Генжа, что ты думаешь о Драване? 0,10. 0,10 больше не играл. 0,10 даже. Так. Умеет... Ну, тут пропускаем. Умеет ли Дарьян готовить что-то, кроме салата? Картонник. Ну, нет, кстати, Женя очень хорошо готовит, хочу отметить. Это еще с Киевом, заметили, в Германии он готовит. Хороший повар на с команде. Женя, что еще кроме салата в крусе? Я думаю, приготовит чай-то с соперниками. Так. Только по целу Герева, надеюсь, это так понятно. Это не то. Кто из вас до сих пор играет в Диаболы? В каком режиме? Все. Все. Так, Пупер не играет. К тебе едва. Вопрос, в каком режиме обычно ты смеешь, ну, когда в Омске? То есть, какой у тебя график обычно? Ну, два через два. Два часа, два низа. Ну, смотря когда. Когда в школу ходил, то до семи играл в школу и спать. А так? Как команда? Так, давай, Леша, по вопросам там выбираешь, более такие конкретные вопросы под вас, ты отсеивай, на что мы отвечаем, на что нет. Так, считаете ли вы, Дарьян, что сегодняшние меты чересчур танковые? Да нет, почему, сейчас надо собираться в дэмэдж, чтобы тебя не игнорировали, и в итоге там противников, чтобы твои союзники убивали. На самом деле, сейчас мета реально не такая танковая, очень часто пикается, это та же, допустим, Кайли на то, что является совсем уж не танкером, так как это Ренш-АД, потом пикается Дабл-АП периодически. То есть, называйте мета танковой, и когда у тебя там в команде кином Владимир, язык не очень поворачивается. То есть, есть как бы всякие разные страты, допустим, есть страта ЦЛГ, типа там, терпи и стой там за 3-9 земель, есть там просто на врыв. Поэтому танковая мета, она немножко отпадает в последнее время. Немножко 5-3 места. Да, вот там, кстати, интересный вопрос будет по суставу. Так, ладно, сейчас еще Данилу дам вопрос. Данил, говорят, по нерфере всех классических джанглеров, Шивану, Лисина, Скарнера, Мундо и даже Ноктюрн. И сейчас пикают в Маукай, Наутилус и Ноктюрн. Что ты думаешь об этом полу? Еще Наутилус и Наутилус, даже по нерфере. Всех по нерфере в равной степени пикают всех. Когда лучше подходят команды, то вы их дырите. Шивана никто не пик. Шивана, по нерфере, восемь раз, а не один. К сожалению. Как вам измененный состав в ЦЛГ и Най, Дигни, Пассикерс? Как вам этот Ходшотт из-за джангл в топ-2? Джон Шмагет умеет просто. Гост поехал на успехи. Джон, кстати, вообще отлично сыграл, мне очень понравилось. Как он на шене с Гастом бегал, всех убивал. Мы там болели из-за него все команды, но, к сожалению, прыгали. К сожалению, второе выступление они не смогли уже, наверное, слишком. Уже вообще не может 1-1-9. Слишком сильно сказалось напряжение. Как вам выступление Фрогина на лине? И ЦЛГ и его в частности? Не очень. Фрогин тащил команду под голландой. Вообще, я 5-ое место. На самом деле, они сыграли неплохо. У них там, я слышал, куча проблем было. Ну и, в принципе, Ботлайн и Викет сыграли хуже, чем они играют онлайн. Время, как Фрогин как божил, так и божил. Ну, не считая того, что он в соло проиграл последнюю игру. На карте все. Ультанут до того, как умер. Но это бывает, видимо, там уже сказалось, что все плохо. Так, что там, КПП-вопрос. Расскажи, как ЕГЭ сдал оценки какие-то значения? Черезультаты? Секретно. А еще результатов нет ни по одному? Да, есть. Ну, секретно. Ты откуда-то у меня там? Да. Нету двоя. Нету двоя. Передавай. Нету двоя. Попробую. Так. Видим, мне надо им хать, я могу в исполнении даймонда. Да, это все, все возможно. Видим. Все возможно. Так, поехали. На вторую страницу комментариев. Так, Леш, давайте, чтобы мы это, ты тогда отсеяли как-то. Чтобы мы успели. Ладно, можно вопрос. Да, правда ли, что Алекса приглашали на Riot World Invitation, но он отказался всегда-то, почему? На самом деле я не отказался. Тупо там получилось, он выпадал на майские праздники, и когда я делал визу, я в итоге сделали позже, чем он был. Поэтому я не смог попасть. Да, на сутки. Так, что визу-люш есть. В Америку уже стоит. Так, какая за по-секрету-то? Смотрели ли вы турниру MLG? То есть да, какие игры запомнились там? Ну и что-то новое для себя вы там почерпнули или нет? Чего? Смотрели? Смотрели, все смотрели. Да, вообще все смотрел, все забыл. Только Джордж. Как Айли, ОП, метелка ОП, болели за Джорджа. Джордж почти не подвел. Обязательно так. Но на самом деле, очень интересная статистика по поводу MLG турнира. Как бы вот этот неординарный пик Кайли, в принципе, запоминающийся. Но кроме Дайруса, никто не играл. А так как ДСМ всех выиграли, то в принципе пик Кайли может и не решать. То есть у нас, допустим, был турниррейт 100% Лисина, но это не означало, что Лисина ЛП. То есть поэтому очень спорный момент. То есть, ну, потом во всех играх, насколько я знаю, был либо забанен, либо пик Кутургод. Что говорит о его небольшой балансности. Ну или о том, что люди просто боятся его. О том, что он очень похож на Азмодан. Не болит. Преклама, знаешь. Что, Дэн, а тебе какая-нибудь игра запомнилась? Ну, с Абжоржа, когда мы болели, все остальные просто серым планом так, серой дынкой пошли. Ну да, когда он там на Кастах полетает, если откуда. Что, было дело уже. Так, есть у нас здесь вопросы по поводу реплеев. Смотрим мы или нет для разбора ошибок? Это первое. Ну, периодически смотрим. Я Генжа смотрю. Говорит мне, что я ничего не умею. Я смотрю и говорю, что он такой же. В принципе, смотрим, разбираем. Увидим ли новые страты на DreamHack'е? Страты в Кольм-Потворти. Все может быть. В зависимости от того, что он придет в голову. За пару часов так сильно плюнущий. Кем работает Генжа? Кем? Могурский игроком опять. Формила акционера. Акционер. Почему Генжа не играет на других Адекерри? К примеру, Кей, Гейн, Варус. Они не очень. Я хватаю тех, которые упадут. Тех, тихо, ему хватает вертолеты. Вертолет забанили, мы проиграли. Так, что тут еще у нас? Есть ли команда... О, Дарья, у нас тут такие вопросы. Есть ли команда, которая может серьезно с нами посоперничать, кроме СЛГ американских схем? Ну, кроме Джорджа, просто некому против нас. Стать стеной, чтобы заслонить приз от нас. А так, на самом деле, ну, что-нибудь приготовлено. Какой-то, салат, салатик. На самом деле, сейчас реально очень много сильных команд стало. Допустим, в той же Америке, ТСМ сейчас что-то. Мамагут умеет. Потом в Европе, там, СЛГУ. Ну, непонятно, как они наладят. То есть, по этому выступлению, где нас не было, очень трудно понять. Весь уровень и все то, что там происходит. Поэтому, вот сейчас, Dreamhack покажет. Так, по поводу стримов спрашивают, почему стримить только Алекс и Пеппер? Потому что компьютеров не было. Теперь есть компьютеры. Далин, а почему ты не стрим? Потому что не хочу болеть свой плейстайл, как я играю. Чтобы ребята не знали, что нужно добить топ, кажется, и Грега. А я думаю, на этих делаем. Так, дальше что у нас? Так, Лёш, ну давай. Что вы думаете насчет сложившегося многих мнения насчет превосходства американских команд над европейскими и азиатскими? Уронию. СЛГУ, хреново, и так далее. Вредный ли Европу. Да. Не говоря уже о курсе У, который там. Короче, экстинг подвел. Экстинг дедно. Бедный экстинг. Я представляю видео с переводом. Ну, он-то просто про М5 писал. Да, тоже. А, ответил. Ты добровольный экстинг. Игры против какой команды мы опасаемся больше всего? Против Джорджа. Да, против Джорджа. Там не команда, а игрок решает. Нет, на самом деле Джордж реально сыграл очень хорошо. Насколько я помню, наутилус ювентрейт под 80%. Его топ-1 пик героя, топ-2 это был Шэн, которому он исполнял свою любимую спидпуш. Джордж на самом деле играется очень сильным игроком. Он очень сильно поднял свой уровень в джанре. Планирует ли кто-нибудь из команды изучать разговор на английский? Нет. Ну, нет. Может быть. Потом. Ну, следующий, да. Я же. Я же. Почему ты перестал стримить? Мне не за кем смотреть, кроме тебя. Я посоветовался с Дарьей, она не поняла. Я тут полиция поставил, поэтому иду сейчас к шуру стопам, вижу нам 10, но скоро я исправлюсь. Это только начало пути. Почему я тут виноватым ушел? Транял. Хотим ли мы потренироваться с корейцами? Да. Вообще, я бы не отказался сыграть с этим. Я в МАИДЖИ. Да, я бы в СМСи поиграл. Вот во что интересно. В Тима прыгающего. Нет, ну, вообще, на самом деле, корейцы показывают довольно-таки стабильную игру, но они, вроде, насколько я видел, ничего такого особо нет. Не выдумывали. То есть у них все как по ноткам, по этому. Непонятно. То есть у них очень лето встречаются. Нестандартные шутки. Какая-то нестандартная игра. Как мы расценим свои шансы на победу на тримхаке? Как обычно. 99, 8? Польза знатоков. Не будем загадывать, а посмотрим. Да какой не будем загадывать, Волк? Что? Блин. Нет, 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 пока не стоит. Так, что у нас там? Евгений, Генжи, есть ли у вас новые заготовки относительно айтемов на Адекерри? Будет ли Фрозен Харт плюс Брут Алайзер на, не знаю, на том, кто там, безмахиста, на МФ? Думаю, нет. Я готов в Ливане. Там будет 4 на 5, слишком 40. 4 на 5, да? Ну, да, я помню. 4 на 6, а. Ну, 4 на 6. Ты тоже Ливанёш. Что Пепер пойдёт за них играть? Пепер за них, это Ливанёш. Вопрос, да, последние пару дней мы видели несколько игр на Наутилусе. Что достаточно непривычно? Изменил ли ты о нём своё мнение? Как тебе? Мог. Я с наём играю, я. Если кто-то другой, то не буду. Да, но дно. Не знаю. Вопрос, как мне? Недалеко контрпик Аниви. Чем недалеко контрпик Аниви? Ну, я так и понял. Пепер, саппорт Аниви. Огромный рейншер в атаке, стан, стенка, невысокий базовый дамаг на опилку. Сырота? Яйцо. Яйцо. Яйцо, да. Не знаю. Покопьют твоё яйцо, Пепер. Ой, Генш, убивает. Играл свою ранее. Не знаю, добавишь Генш и яйца. Вот, вороги не разложите вопросы. Ну, вопросы не грубные. Когда будут на этом сайте нормальное освещение Лиги Легенд? Когда уже, наконец, с каждой новостью перестанут писать через слово по-английски? Так, ну, через слово по-английски я не совсем понял вопрос. Когда будет нормальное освещение Лиги Легенд? Все турниры, на которых участвуют ребята, начиная с апреля, представленные у нас на сайте. И даже если вы захотите очень сильно поискать где-то на просторах Рунета, вы нигде не найдёте аналога этим репортажем. Если вы имеете в виду освещение игры в целом, то в нашем сайте есть некая особенность. Мы пишем исключительно новости про наших игроков, про наши составы. Поэтому, возможно, в будущем, да, мы эту концепцию пересмотрим. Но пока мы придерживаемся освещения в данном формате и, как показывает практика, этому очень многим интересно. Это уникальный контент, потому что уже много сайтов, кто пишет о Лиге Легенд в целом, как об игре, о новых героях. Нам с ними соревноваться как минимум глупо. Мы заняли свою нишу. У нас есть, скажем так, свои новостные поводы. Мы стараемся развиваться по этому пути. Надеюсь, ответил на вопрос. Будет ли Блицкранг на Дримхаке? Увидим. А Геннаджи знаешь? Молкая тянуща. Геннаджи, почему такая малоигровая активность после Ганнавера? Ну, может, и не стремлют. Может, я буду. На самом деле, я слышал, Геннаджи играет на Испанию аккаунт 800L, он там тренирует свою игру, считает, что там гораздо сложнее играть. Кем же там уже 10 аккаунтов качал до СВЛ, и если вы зайдете в СВЛ, то если вы кликните на, так сказать, рандомного парня в топ-50, не факт, что это будет не Геннаджи. Поэтому, парни, опасайтесь. Это всем командам, так сказать, противника, предупреждение, да, этот парень, ты у нас доистинный Геннаджик. Так, общий вопрос, вопрос по стратегиям, почему пуш-страта так хорошо работающая в доте не работает в лобе? Ну, на самом деле, нет скилла, играю в Dota 2. Почему Dota 2? Вот, ну, на самом деле, просто, вот то, что там ТСМ сделали, они пропушили две вышки, на самом деле, иногда это влечет намного больше минусов, чем плюсов, потому что, в принципе, в этот момент получается такое пространство, которое, ну, тебе нужно, как бы, пушить все остальные вышки. Скорее всего, ты их не сможешь пропушить, ты будешь очень много терять фарму. И в итоге это дает больше противнику возможности для маневра и, как бы, допустим, камбэкнуть, пофармить. То есть они нам, когда снесли вышку, это позволило нам очень много фармить и дали отношения, благодаря этому просто там вышел 500 с лишним крипов и один с них ходил и убивал. Поэтому это, на самом деле, очень спорный момент. Ну и вот трипла в лоле, опять же, это тоже такой момент, что в лоле трипла, так как нельзя динайть крипов, линия, скорее всего, все равно пропушится и вряд ли получится пропушить вышку, либо убить под вышкой втроем. А дальше, если с ним зафармив два леса, просто придет и обгоняя всех на 10 уровней, всех убьет. По этому вопросу, значит, хочу добавить. Толикс сейчас говорил много слов. На самом деле парни просвал вышку, проиграл группу. Вот гензис со мной согласится. А здесь вы заткли. Дарьян, да кто у нас обычно просирал вышку всегда? Ничего подобного. Я всегда свою сношу, вы себя постираете, и я не знаю. Свою сносишь? Нет, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я бы сразу стоял и теперь рулял группу свою. Дарьян, почему мы на первом уровне не ходим в пятером как дебилы? Как дебилы? Как умные люди, просто дебилы в команде. Мы сходили один раз, встали в кусты у нас с вами попал. Нет, мы шли один раз против кого-то, там, на первом команде. Мы пошли против мейнера, у нас даймонд фейсчек, кто нас убили, больше мы не ходим. Пеппер, почему ты будешь поступать в Омске? Я еще не решил. На Лолу буду поступать. Про саппорт. Я решил, будешь поступать. Генжик, почему ты не собрал Корки Ластриспер против Олафа с Айменом Фрозенхартом и Нинджа Таби, когда у них была Анивия, ты собирался отходить ее сзади и убивать? Не хотел убивать Олафа. У Корки есть Фридом Аймен. Мне нравится. Генжик, каких игроков на своей позиции считаешь сильными? Себя. Тут уже это подразумевали, такой ответ. Ну, конечно, ты сильнее всех. Приказе всех на свете. Еще. Так, ты еще? Точно. Даймон, где ты любишь проводить время в Питерике? Там уже хотят выцепить. Я крутаюсь по городу. Ищите. На ветро катаюсь. На велосипеде. Ну, очень по оборуду, парни. Ищем просто с фонарями. Тут парень в Маке М5. Да, там МВП или М5 сразу. Просто бейте сразу его. Да, у нас плохим. Да, я знаю, почему он стал играть пассивно. В чужой лес не ходишь. Команда подводится, его не берет. Чем делает? Ну, пошла, она тоже говорила. Вопрос, Дарьян. Признаешь ли ты убеждения своей команды? Дарьян постоянно творит херню. Почему ты постоянно отмалчиваешься, когда на тебя начинается флейм? Где яйца, мужик? Ты отличный игрок. Я не мог не посчитать этот вопрос. Ты его зафейнул только, да? Яйца на один из. Ну, команда, короче, отдает всякую му. Противник постоянный. Я не знаю, что против этого делать. Поэтому творю херню. Это во-первых. А во-вторых, не флэмлю я, потому что срать пойдет просто на ура. У нас и такого много. Дарьян, тут сразу же следующий вопрос. В принципе, у нас внутри стримов, вы всегда говорите, он пикнул имбаланс на героя. Почему же тогда мы его не пикаем? Ну, на самом деле, мы пикаем имбаланс на героя. Слишком много. На самом деле, у нас просто некоторые игроки убеждены, что имбаланс, который пикает противник, на ферст фейк, на второй пик сразу забирают его, это говно. Его не стоит брать. Ты про металку? Ну, я про любого героя, типа Сараки, там. Металки? Много, короче. Некоторые убеждения я на МИД доказал, вот на ботлайн не могу вообще доказать, скажем, не знаю, вступить. То есть, не на МИДУ? Планирую этот, так сказать, ну, сам пикать за всех. Или не сам играть за всех? Я играю сам, потому что точно играю. Сарак, по слову топ. Почему мы не практикуем пуш-линии в петерон? Почему у нас... Ну, потому что мы можем собраться в петерон. У нас Рак еще не прогрессировал по такой степени. Так, ладно, вопрос уже был, почему-то не появляется широкий сорт. Там четвертый, шестерненький. Дарьян, кем ты хотел стать в детстве? Планировал ли быть про игроков? ЛПП. Лол про плейер. Ну, а еще кто? Наверняка, кто это был. Я в детстве хотел быть программистом, стал программистом, понял, что говно вставлять лол. У меня не было детства. Я был уже про... Я тоже подумал о чем-то про программирование, но как-то это не пошло. Хотел быть доктором. Попал на аукцион в рутянке. Теперь я барлыга на участвовании. Так, вот, кстати, нормальный вопрос. Есть ли какие-то... У кого, в общем, какие увлечения, помимо киберспорта? Ну, у меня в последнее время... Времени не оставалось на всякие увлечения. Адаке я, в принципе, в шахматы играл. Вот. Еще что-то по мелочи. Дарьян. Ну, вообще, я так много чем увлекался. На самом деле, сложно что-то конкретно сказать, да? Я такой довольно быстро, ну, скажем, увлекающийся всеми, но у меня быстро все надоедает. Я много чего испробовал. Ну, если так конкретно, я, скажем, играл там МТГ, играл там какие-нибудь тоже шахматы и так далее. Так, а ты, Данил? Ну, если раньше, то я играл в шахматы, в футбол, еще не увлекался. Сейчас единственное, как я провожу свободное время, это катание на велосипеде, гуляние за друзьями. Ну, у меня в последнее время, так времени не очень много, свободно, в школу, в игре, все дела. Так, ну, что, все привлекаются школой. Может, я? Вы? Бросинка. Я же? Чего? Играю в другие игры. Каждый делал три. Вон, раскрылся теперь. Так. Что из интересного есть еще у нас? Дарин, можно ли оценить незнакомого игрока до игры по его мощистой и рангестату? Конечно, можно. Там есть 10 героев подряд одинаковых, просто баньте, не паришься. Ты паришься недолих проигрывать. Это было не за это все. Как настроение, настроение перед предстоящим любимым? Будем убивать, что я, как бы, вчера тоже хотел убивать, пах, минус два. Ну ладно, будем, а печально? Вопрос к даю вам, каких предпочитаешь брать героев в лес? Благоед, фтв, там вообще для всех. У меня вопрос. С ноги дай мне в камеру. В стримах можно ли что-нибудь заработать? Короче, секретная информация. Все начнут стримить, зарабатывать. Поэтому я не буду говорить, что-то. Так, там еще был, ну, чуть пропустили. Едет ли Дима смелый? Нет. На Швецию, в Швецию на Дримхак летит следующий состав. Пять игроков. По лоу пять кейсеров летит. Я лечу. Также наш меди-редактор, это Миша МСД. Он будет делать фото и видеоматериал. Главный редактор Марчелло. И издание прилетит наш журналист Артур. Вот примерно таким составом так же прилетит еще и... Я даже не знаю, как правильно это сказать. Один из самых, наверное, ярых фанатов наших, который был на всех турнирах, Ростислав. Он очень известен в узких кругах. Для вас просто рост. Так что у нас много летит десант с пятнадцати человек. Я думаю, что это более чем серьезно. Опять про МЛК очень много вопросов. Какие команды удивили, какие показались слабее. Удивил, не знаю, кто. Европу удивила подвести. Европа, да, удивила. Мы не довольны. И вообще я там все еще. Периодически являл их изиона спартам. Еще удивило, что Дигнитус на самом деле вышли на третье место тоже. Потому что то, что они там против Тим Дайнэми показали в первой игре. Я думал, что они поедут, но они молодцы. Я целая Найд уже удивил. Я не думал, что они будут с лучшим. Так, целая Найд. Самое большое удивление турнира, что Джордж оказался настолько силен, что смог их потащить на второе место. Мне вопрос, почему я иногда так чрезмерно увлекаюсь паром. Я слышал, что чем больше грибов убил, тем больше вещей. Просто если противник уходит с линии, то ты за ним чаще всего не побежишь. Потому что, как бы, если ты побежишь за ним, то очень велик шанс умереть. Поэтому ты либо уходишь первым, либо остаешься пытаться прокушать, пока он ушел. Соответственно, вариант к нему. Дальше уже зависит от того, смогут ли твои ребята выжить от нашествия противника или нет. Парни, на самом деле, если там у Аликса большие цифры, там по 4 голды за них дают. На самом деле за духу дают 52 голды в сумме за 4, как что нормально. Ну, иногда там духа большого нету, поэтому фармим дали. Такого нет. Давай. Ты там, я на Дельце не видел. Приходишь там, больших дизель. Да, я. Ты вроде проигрок данной кибердисциплины. Почему ты позволяешь себе иногда в онлайн-турнирах расхлябанность и не концентрируешься должным образом? Да. Ого. Люди хотят... Мормально я ставлю, я вам. Что там про вас? Почему ты в онлайн-турнирах, Дарюс? Я там тащил команду, я вам. Я хостоминей на Дельце. Разговор на английский пошел. Вход. Даймон, что тебе решает быть таким же активным, как раньше? То у тебя то красный пахлый отрезается, то там вардын, то у тебя хилок не хватает. Черт. Я не могу закануть, у меня не хватает хилок. Да, на самом деле, Даймон просто... Просто целое как бы не берем. Смотрим балансный спо-выгер. Да. Угу, ухил. Я сразу же есть причина, потому что команда не помогает. Еще парень как бы считает, что лучше пойти вдвоем лотаться, чем помочь на синем баффе. Потом все равно придется что-то делать. Ну, чем-нибудь что-нибудь придумаем. Есть пару идей на этот счет. Да. Связывать, например, ботлайн. Кто это за них первый? Общался с Генжей, он сказал, что так как Лесник к нему гангать не приходит, он ему помогать в лесу не выйдет. Это обратная связь. Общался с Генжей, если я выигрываю слоу топ, то у нас все хорошо. А если ко мне не приходит Лесник, то я проигрываю топ. Значит, Генжей должен что-то выяснить, да, ситуацию. Сделали вы все равно от Генжей. Да. А, не вот так все. Генжей не помог Леснику, в итоге Лесник не помог никому. Да и там вопрос к Генжей. Генжей, какой ютюб должен исполнить Пеппер, чтобы ты остался доволен? Сальто. Все, отередно, как вы удовлетворите. Пеппер, почему ты сидишь на Жене? Я на ней не играю. Просто не играю. Говорят, когда ты на ней играешь, сейчас с ней не все гладко. 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 Одно слово, метелка. Да, ключевой вопрос. Тать. Подожди. Про ноутбуки. Еще тут это. Пеппер, почему, значит, зачем ты вглашаешься вперед без ботинка, а потом умираешь на гамке? Опа. Геша, да я не вопрос в случае. Герой, разводим. Пеппер, она в Кавказе так стопает. Очень важный вопрос от Димы Смелого. Как вам ноутбуки MSI? Отличный топ. Ну, пути реально шикарные. Даже как бы можно стримить, играть в любую топовую игру, не говоря уже о лоре, которую выдают. Дофига FPS. Так, кстати, сейчас стрим идет. Стрим сейчас идет как раз в ноутбуке MSI. Так что нам очень даже нравится. Скажем так, MSI предвошли наше ожидание, собрали нам такие космические ракеты. Мы не ожидали. Честно. То есть там все в одном. И кинотеатр, и звук очень хороший. Не только когда подключаешь гарнитуру, но и собственные динамики, и картинка, и в плане оперативной. Ну, там, оперативки очень крутые. И в плане, там, лагов, ничего не лагает. Мультифункциональные, стильные. На самом деле, когда обещают что-то подогнать, думаешь, как обычно, на халяву подгоним какой-нибудь трэш. В этот раз все-таки подогнали очень хорошие девайсы. За что, в принципе, мы им благодарны. Поэтому... Может быть, Даймонд даже начнет стримить, и он начнет смотреть стримы. О, берега не будет, да. И... Может, в скором времени увидите лесные шествия. И очень много мана. Так, у меня вопрос. Почему никогда не пикаю кино на турнирных играх, чем он плохо? На самом деле, я пикаю кино, периодически. Но, в принципе, у него... Так как он не может отпушить, у него... Это его основная проблема. То есть, это как бы, поэтому он может встрять от либо жестких пушеров, либо от каких-то, не знаю, какого-нибудь влогу, которая... Вот, нау-тренже. Будет ли личный стример в нашей команде в группу тренинг у тебя? Да, наверное, ко мне все-таки больше. Но сейчас мы опять возвращаемся к этой идее. Вот. Потому что она стала гораздо реальнее. В свое время мы от нее отказались из-за того, что большинство организаторов блокирует доступ и запрещает делать стримы официальных матчей. Но, собственно говоря, когда ребята играют в Суверанты, они и так могут стримить. Вам, в первую очередь, интересно играть 5 на 5. Но сейчас мы придем, я думаю, к какому-то компромиссу и появятся стримы наших матчей 5 на 5. Но, вот, опять-таки, возможно, есть такой вопрос дальше. Сразу же на него отвечу. Там некоторые из наших читателей-поклонников обижаются, что, вот, например, сейчас перед тримхаком нет стримов. Мы уже к ним привыкли, потому что почти каждый чем мы как-то пытаемся договориться, чтобы на наши игры либо Лешу, либо Эдуард допускали стримить. И вы, как минимум, можете слышать там общение ребят, видеть, как они играют. Но и все-таки, когда смотришь от первого лица, это другие ощущения. Перед всеми ладами, если вы помните, так было перед Киевом, перед Ганновером, сейчас перед тримхаком, недели на полторы мы собираемся на буткэмп, и вот на эти 10 дней мы уходим немного в тень, отключаем стримы, поэтому тут от вас просто требуется понимание. Вы, наверное, за то нас, в первую очередь, любите, за наши достижения, за те награды, которые ребята выиграют. Но, как бы, есть свои накладки. Скоро очень крупные турниры, поэтому нам не очень хочется, чтобы какие-нибудь корейцы и китайцы смотрели на нашу игру. Чем сложнее их у нас найти, тем лучше. Чем меньше они у нас знают. Ну, я думаю, как я сказал, найдем какой-то компромисс, найдем такое решение, которое бы устраивало и вас, и нас, потому что нам не безразлично ваше мнение, и мы всегда стараемся смотреть в вашу сторону. Так, дальше давай, Леша. Считаете ли вы Керс-Еу сильным соперником? Ну, Керс-Еу, в принципе, является довольно сильным соперником в онлайне. Непонятно, как бы, как они, каково они на лане, но, в принципе, это такие, ну, довольно-таки сильная команда. Если там, у них как это, тоже играют, как мы, как попрят. Ангуш, нафидит ли Ангуш? 0,20 или нет? Ангуш, он нормальный парень, в отличие от которого до этого играл на замене, там. А Ангуш терпит? Да, Ангуш играет от ватаги по мужски, то есть, мне с ним интересно. Короче, до этого играл парень, себя зовет союзников, просто, бывают двух, позоветевают тех. Они не могут играть. Да, Дарьян сам вышел просто по-мужски дерутся, а там уже, к чему первый ясник пришел, ты такой видел. А Ялупак, он играл более пассивно. Меня спрашивают, почему я никогда не включаю капитана, когда нужно именно свое слово в происходящем споре, пик, 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 ибо время игры и так далее. Ну, при пике капитан, все равно при пике решает человек, который пикает на свою линию, потому что я не могу Дарьяну сказать, что пик, ну, то-то, оно будет лучше в этой ситуации, потому что он сам, как бы, это не моя прерогатива, это не моя линия, и не я шарим 100%. Я, как бы, могу более-менее синерджи всего пика посмотреть, но я не знаю, как там Дарьян на линии простоит какой-нибудь, я не знаю, не знаю, кем. Кененом против Ирэли. Потому что Кененом против Ирэли, я слышу, плохо стоит. Ну, можно просто по-разному играть, на самом деле, за героя какой, если ты сыграешь за него, так сказать, в одной ситуации, скажем, сейфовок, то другой человек скроет в итоге агрессивно, и уже будет, можно сказать, другой герой даже. Все. Очень спорно. Очень спорные моменты, поэтому очень трудно так просто взять и решать. Ну, вот Дэймон, почему так вот пришла на эту глобуру. Дарьян, почему, когда тебе говорят осторожно, но к чернули эмоции, ты умеряешь через 30 секунд? Ну, потому что, так сказать, ожидания к чему не приводят. То есть, если ты стоишь и теряешь все, того не стоит. Если тебя убил, тебя убьют, или убьют кого-то другого. Надо просто не доводить до ситуации, когда тебя могут убить. Спрашивай, почему мы так часто не банили они в Фроге? На самом деле, он до сих пор... Потому что мы любим нишницу паркет. Понимаете, все играют по Ниви? На самом деле, до сих пор непонятно. Ниви является очень странным героем. Не является очень высокодомашним героем. У него очень много утилити. И поэтому, очень спорно, что она тащит. То есть, как бы, Фроген, конечно, нехорошо играет, но... так же, как и многие другие. И просто, это вопрос, не знаю, такой... очень странный. То есть, проблема в том, что если ты как бы банишь о Ниви, то ты не банишь других героев. Там есть выбор, допустим, мы когда против них играли, там Шеннам, Тилус, Аниви. И очень, как бы, ты, если не банишь Аниви, то ты отдаешь других героев. Мы посчитали в тот момент, что Аниви не является таким важным землем. Ну и, в принципе, это было довольно-таки оправданно. Мы даже почти выиграли эту игру против Аниви. Поэтому, основная проблема в том, что ее очень сложно убить из-за яйца. То есть, как бы, у нее одна из самых сильных пассивок в игре. А так, этот герой не является таким уж и сильным. Тут просто нужно очень грамотно позиционировать и сама команда причинить. там может быть пустой. Еще как-то очень нервные вопросы. Немки из них отвечать, посмотреть. Там уже такой, кто в команде себя считает сам МВП и смеет не слушаться Аликса. Дарьян. Никто никого не слушает. Дарьян сам МВП. А так никто никого не слышит. А если парень, который не по этому слушает, то просто МВП. Просто МВП. Да. Там про призовые вопросы. Ни с Киева, ни с Ганновера, ни с Дорогей. Дай бог, чтобы в ближайшее время. Но это процесс долгий. Долгий и мучительный. Да, приведу пример, что в среднем с экстремасерс деньги доходят от года до двух. Это так, чтобы понимать. Быстрее всего выплачивают в свое время на личном опыте World Cyber Games. ЦГ где-то в месяц через 3-4 всегда выплачивают. ЕСВЦ еще дольше, чем экстремасерс. Любят не выплачивать вообще. Так что, ну это так. Дримхак, кстати, один из тех турниров, который выплачивает быстро, четко. по примеру. Так, про МОГ здесь. Как проходит адаптация к турнировому панчу? Он вам понравился или наоборот разочаровал? Какой турнировый панч? Какой турнировый? Патч мы не читаем. Мы его не знаем. Ну, наверное, не ура. Просто непонятно, что имеется в виду. Последний? Просто последний панч это тот панч, который будет на турнире, поэтому как бы что? Драва? Если вы имеете в виду патч от Драва, то... Последний патч Ох. Не хватило только Нерфа Шена побольше, Альфа Лесина. Не хватает Ивана. Не хватает до сих пор Нерфа Ниви. Нерфа Ниви, да, раза в три. Собрать лицо. На самом деле, они, надо просто поуменьше чуть резисто на пассивочке и понизить аппараты до 0.9 и будет все неплохо. Так, что-то, у меня ройты слишком жесткие. Ну, и родные, представлены. Так, что-то еще есть. Ген же готов ли ты всех побеждать, а не уходи? Да. Мужская. Мужская. Один из девять пойдет. Один из девять другой пойдет, Ген же пойдет. Просто фига. Мы всем как-нибудь. Скооперируемся будет два. Два из восемь. Два из восемь. Офигене. Два из восемь. Я слышал, что вы не можете скооперироваться с Ген же оставит бесполезного на работе и пойдет со мной в лес. Ну, будет тогда один из четыре, один из четыре. Будет там, нарубить. Вопрос к Даймонду и Пеперу. Почему Даймонд не берет ЦВ? Ну, Данилу не профит ЦВ вообще не подавязать. Я не беру. Чего? Вообще, ЦВ КТ 50 секунд где-то 55. Данилу профит раз в пять минут. Чего? А на разом тыкать по карте какой-то вообще бред? Логичный ответ. Вообще, я прошу раз в два. Чаще, чем у него кулдаун, когда оно есть. Просто его не гипят, потому что без него, вернее, с ним наш бутлайн обычно 0.30, а не 0.10. Поэтому результаты оправдывают средства. Но Тржан без ЦВ это рак. Можно с процентов 90 ты отдашься скорее, чем получишь какую-то профитцию. Данил, как ты смотришь на Кайлу на Тобе? Я посмотрю на Кайлу. Мы порезали Кайлу еще после. Ну, когда выпустили второй сезон, был патч, изменение Кайлы это был полный юниор. Вот если до этого момента я бы смотрел на нее как вайру, сейчас это не очень, так сказать, хороший выбор, потому что реально она не хватает. Дарина, как же Генрей 90%? С начала второго сезона как бы по нерфью всяких Эрелий разводила от прочих, те, что ее контригер не лечь. Да нет, на самом деле, Эрелия вообще без шансов против Кайлы, потому что Кайлы просто ман закончится, он не сможет Эрелию просадить. Ну, ситуация будет разная, можно играть за кого-то, на самом деле, и за Тима, и даже за Шу можно там, нафигарить на Тобе, если тебя будет лесник пасти и, так сказать, охранять тебя. На горке было. Вообще, Кайли слова против очень много контроля, потому что ее ульта не спасает от этого. Вообще, Кайли это спорный герой, она, я думаю, очень сильно просаживается таких героев, как Артус, потому что, в принципе, против какого-нибудь как Артус, как Артус, Синена, потому что, если у тебя умирает вся команда одновременно, то тебя не спасет ультимейт. Ультимейт не спасет никого. Ультимейт с Олафом тащит, а Олафа не взяли с Кайли. Так что, вообще, как-то можно? Да. В лес. В лес, без солнца. На самом деле, всякие вот такие свадьбы, типа Кайли Картус, это, в принципе, не так уж и плохо, в плане того, что Картус там залетит под ультой его как-нибудь 300 на выкинет. Я тоже. Это все такой момент. Больше тут в плане калечьям как бы хороша тем, что это нестандартный пик и не все знают, как у нее стоять и что там у нее есть. В принципе, Дарьян вроде как за нее играл очень много и даже по Саньяху наверное, чуть-чуть. Поэтому, он, я думаю, знает, что с ней делать. Так, вот, как мы оцениваем наши шансы 9,8. Ладно, после разгорода делал 9,7. А как ты оцениваешь уровень нашей подготовки? Подготовку. Что такое? Просто подготовка. Я всегда готов. Какой жанр я готовил на первую полулах чистить лес быстрее всего? Чем? Какой жанр я быстрее чистить лес? Мондоги удалю? Время прошло. Раз. Рудный вопрос, кому помогут он быстрее чистить? В общем, у меня все-таки кажется, что Мондоги быстрее. Мондоги быстрее. Всех остальных. Если качать не пора, я покорился. Первый клубах, первые три. Дальше, не важно, потому что дальше идет ганг. Генжа, будут ли какие-нибудь необычные пики? Не знаю. Там попросили да или нет ответа. Ответ, кажется, достаточно. короче, Демжа сказал. нет, не знаю. Пеппер, тебя поздравляют с сдачей и кончением школы. Можешь, ничего не отвечать. Дерриан, салатой или подшубой? Да я думал, что картошечку приготовил. 99,7. Делал 10,6 уже, парень. Это слышал, парень, благодарю команды. Так, ну, как вам Дрейвен? Ну, в принципе, у нас есть общие сложившиеся мнения. Дрейвен, 0,10. Вопрос в любом. Назовите героя, который вам нравится, но не вписывается в текущий метод. Ждете ли вы его в бафе или в реворке? Дарин. То меня сразу... Дарин, по-любому, это ты. У тебя есть герой, которым тебе нравится играть. А где у тебя сейчас этот метод? Самый мой любимый герой люкс. Потому что герои все скиллшоты, но попасть сложно. Попасть сложно. Скиллшоты это свах. Карма. Мой герой вписывается в метод, но его не хотят поднять. Ксим. Да. Даймон все ждет бафа Ксена. Я вот жду бафа Мордекайзера хоть какого. Но я слышал, что если он станет Папстампером сразу. Поэтому никогда не подним. У вашей команды первый пик, но ни один герой не забанит. Что возьмете? Я думаю, Шена? Ничего не возьму. Да у Льдешена команда не доживает. Ты Шена от 30 у всех. Если будет забанен Твитч, такой игрок будет. Мой герой будет. Денжи, не вопрос, а пожелание возобновлять стримы. Хватишь в Аликс участие многопысячной аудитории. В Аликсе я бреди не ворую. С ЭЛГ или ЕУ так ли сильны, как все говорят, проген топ-1 АПК или в мире или очень переоцененный игрок. Пятая местная МОЛГ закономерная или просто не повезла? Закономерная не повезла. Закономерная да, фиды здесь. сильные есть в команде двое. Вопрос, Дарья, в какую музыку лучше всего играть в ЛОУ? У каждого предпочтение свои. Ну, я, кстати, не играю вообще в музыку. В музыку под ЛОУ. Как бы сказать, что очень глупо играть с музыкой в ЛОУ, как бы это отвлекает. Во-первых, игра зависит очень сильно от звука. Можно что-то услышать и принять какое-то другое решение. Так что, если вы хотите выигрывать, не играйте с музыкой. Поэтому я играю с музыкой. Да нет, надо команду слушать. Если ты музыка, можешь слушать. Да, когда я играю пять на пять, я тоже без музыки. Можно расслабиться с музыкой, но не стоит. Серьезно. 0,30 репорт того не стоит. Круф, насколько ты вовлечен в тренировочный процесс? Насколько ребята справляются с этим самостоятельно? Уж в чем в чем в этом вопросе у них опыта явно в разы побольше. Я занимаюсь исключительно организационными моментами. Начиная от того, чтобы организовать поездку, тренировочный процесс, новостная лента, общение с организаторами и так далее. Все около игровое. Чтобы с их плеч максимально освободить нагрузку и чтобы наши игроки концентрировались только на достижении поставленных целей и только на игре. На том, что они могут делать лучше всех. Скажите, как нам помогает спонсор? Сильно. Тут мы вам не ответим. Сильно помогает. Ну и финансово и в плане ноутбуки. То есть сейчас у нас на базе ноутбуки, мониторы бэнкью. И в плане техническом и в плане финансовом. Начиная уже с этого месяца будет у нас подпитка хорошая финансовая. Я думаю, если посчитать даже примерно просто на скидку, не считая заработных плат, одни выезды такими десантами 10-15 человек за рубеж особо не надо обладать сверхумом, чтобы понять, что это крупные затраты. Да, спонсоры не перекроют этих затрат, но тем не менее сейчас как-то сплечь Димы Смелого некая нагрузка спадет, ему будет попроще, потому что уже на протяжении полутора лет он это все тянет в одиночку, это достаточно тяжело и бьет по карману. Так что хорошо, что к его энтузиазму вот такая поддержка подкрепила спонсоры нам очень сейчас, прямо они появились в самый нужный момент, когда нужны как никогда у нас сейчас целых 4 состава только одних игроков 20 человек не считая персонала плюс поездок очень много и поездки не у какого-то состава в отдельности а практически у всех дивизионных сейчас у нас и девочки скоро поедут сейчас летит два состава потом опять-таки у М5 лоу будет если все пойдет по нашему плану мы и в июле и в августе летим то есть два турнира в Польше или в Германии это серьезные затраты как бы в этом плане спонсоры нам очень сильно помогают за что спасибо им Денже говорят ты действительно играешь так мало игр в суде твои истории игр или все-таки ты тренируешься в другом аккаунте тренируюсь в другом аккаунте 800 десятых миллионов девятьсот сезон что ты думаешь об Аделу Луна Саутоли то же самое что я думаю Гарри я пацанчик вопрос к во-первых какой у тебя комп какой у тебя комп нет а у тебя теперь а у нас сай да я у тебя вопрос планируем ли мы выиграть второй сезон планируем дримхак играть но суждали ты размениваешься на пустяках как-то просел память 99.5 алекс почему не играешь на героях у которых скиллшоты криворокий на самом деле я играю на героях у которых скиллшоты типа кинан просто есть такая фишка что скиллшоты это такая вещь которая упустила моргана если ты попался если у тебя как бы все хорошо то ты просто кидаешь снейры пока не попадешь но вот если у тебя все плохо и за месяц ты промазал снейром ты проиграл игру поэтому такие герои являются заведомо слабее других героев поэтому их смысл гораздо меньше то есть ты не можешь быть на 100% уверен что ты попадешь не говоря о том что на макс кинан скиллшотом они уже не очень попадают ну не говоря о том что я все-таки играю на галлю на карту и на карту в принципе в последнее время попадаю на 70% мин а не 20% так что ну генджи так ну это же был вопрос так про лолгейм спрашивает почему почему у вас нацепенил лолгейм да я на этот вопрос отвечу но я на несколько вопросов сразу отвечу по поводу лолгейма нет лолгейм нас не спонсирует это наш информационный партнер с середины июня мы заключили партнерское соглашение посмотрим что из этого выйдет мы хотим через это сотрудничество объединить наши аудитории аудитории тех кому нравится лолг киберспортивная аудитория и тем кто просто является любителем лиги легенд касаемо касаемо там еще будет как тебе команда вот такой есть вопрос и просто до этого видел комментарий был вопрос насчет того что групп приматался к гигантам и так далее что я появился в лоле только лишь из-за этого чуть-чуть предыстории ну на самом деле это правда да на самом деле это правда ну во-первых скажем так мой заработок никоим образом не зависит от выигрыша ребят от того какие они призовые выигрывают призовые уходят им касаемо моего появления в лоле то есть до этого я отвечал по возможности за все три состава это был контрстрайк состав женский состав это если берем где-то декабрь нет раньше чуть ноябрь тогда у нас было три состава до тогда временно не было были девочки я их тренировал были кейсеры которым я просто решал организационные моменты на которые тренировались сами и тогда только появился у нас состав по логу по итогу получается я так же помогаю с тренировками девочкам и решаю организационные вопросы с лолерами естественно помочь в плане игровых моментов я им ничем не могу тут я бессилен я им помогаю в плане организации ну как менеджер команды ну а по поводу кейсеров в конце февраля мы пришли к мнению что им будет лучше все решения начиная от тактик заканчивая какими-то вопросами участия в том или ином турнире принимать самостоятельно поэтому там я пошел на второй план собственно у меня осталось два состава это если из игровых моих обязанностей ну и так же все мои обязанности по проекту касаемо сайта магазина там работы со спонсорами и так далее они все так же на моих плечах поэтому это все было изначально и я помогал ребятам еще до того как скажем так они стали тем кем они стали до того когда еще там мало кто верил в такой ошеломляющий успех и по поводу них ну хочу отметить очень много вещей первое главное чтобы они только не расслабились меня очень сильно поразило когда на первый лан они приехали вообще на первый лан в своей жизни многие из них даже не видели друг друга ни разу там за неделю до Киева они приехали играть фактически на чемпионате мира волнение было нуле они были уверены в своих силах они выступали очень четко и отыграли и слаженно всегда та команда которая приезжает первый раз один-два турнира проходит в холостую но для меня честно M5 Low это некий феномен когда ребята приезжают выигрывают два самых крупных чемпионата два чемпионата мира подряд не имея за спиной никакого игрового опыта на лан турнирах причем они побеждают в дисциплине которая существует несколько лет в которой уже есть серьезная конкуренция вот из плюсов еще хочу отметить то что они реально большие фанаты своей игры и это редкость потому что есть там кто-то играет допустим в лоб за денег кто-то играет от нечего делать вот они фанаты были перегибы в мае по поводу Диаболу 3 это абсолютно обоснованный комментарий но мы на этот счет неоднократно разговаривали и они все это сами понимают к этому мы не вернемся ну и плюс они достаточно обязательны и нет допустим проблем которые возникают с другими нашими некоторыми составами не будем называть мы все догадались какой есть чудо-состав вот поэтому да конфликты есть в любом коллективе но мы стараемся их решать по мере возникновения и во что бы то ни стало мы будем бороться за сохранение состава и бороться за сохранение своего первенства своего преимущества вернемся к вопросам об игре маргана саппорт возможно ли такое маргана саппорт в принципе были пробуя у нас и у других команд но основная проблема этого героя в том что если ты попал промазал стану то тебя убили поэтому это такое очень очень опасно и она слишком мало все может сделать на линии как тарик ну да только тариков ты стану не промазал да и дает армор и сведения маргана поражает но вообще неправильно стан дать я видел как тарик не мазал на листану даже коммунизм подряд так что-то еще было интересно надо дарим откуда у тебя такой с какой книг у меня да он же говорил я уже рассказывал что это такая карта легендарная из МТГ не мазал я ее не создал он не выбирал так сказать пересматривал какие мне нравятся карты и вот мне как-то пригляделся этот ник ну это так название карты как ник подумал что будет мало очень похоже что все таки МТГ знает ну ладно не будем пиарить другую игру рассказывать о ней ну химон ты оттуда рекламируешь какая тактика против тупого пушами да на самом деле для тупого пушами должны быть некоторые там события произойти то есть это когда ребята пушат они заранее были к этому готовы они пропушили линии они пошли контрджангли они забрали там два бафа один одному другой другому и то есть в принципе это страда контриться тем что ну составом героев то есть на мид все таки нужно пикать героев которые больше могут отпушить больше могут пушить имеют более пушерский потенциал вот как мы оцениваем свою нынешнюю форму по 10-балльной шкале 99,7 9,7 не подходит 99,7 да уже 9,4 пошло я думаю 8-9 после небольших вопросов мне небольших изменений райза многие стали собирать его чисто в АП а не в тонну маны как ты к этому относишься не изменил ли ты старому закупу на самом деле в закупе только поменялось то что вместо больше собирается Руа а так в принципе похож но райз мне нравится все меньше и меньше ему порезали ренж кушки на 100 и теперь ей вообще никого достать не может его на линии гнобят очень сильно пепел и в последнее время парень заметил что люди начинают все больше играть за тех же саппортов за которых и ты близкранг ну тарик за кого ты больше играешь в последнее время будут сюрпризы в последнее время играю за близкранг сараку тарик я спрашиваю куча вопросов почему я перестал пикать райзана я уже объяснял ему порезали длительность вэшки ему порезали раньше кушки ему порезали демж на кушке и теперь у него большие проблемы в начале поэтому очень сложно как бы если раньше была возможность убить где-то на втором-третьем уровне благодаря ресников из прокаста то теперь из вэшки парень успевает просто выбежать и отфлешиться и даже судир никак не увидит поэтому очень сложно стало стоять на линии Дэрин Ирэлья снова упадет? ну так как всех остальных нерфит Ирэлью тоже нет но его аппали в принципе Ирэлью зарешал начальник апнули атаку и что-то мармор по-моему их аппеды ну основное это как бы атака и бейс демж повысили и она теперь с руками неплохо прописывает в начале где знаменитый Адакинэн? Ушел в подборе отдыхает но игру провели свою в команде уже рассказывал да четвертый вопрос как ребята относятся к развитию киберспорта в России если более конкретно в лиге региона по сути единственные представители профессиональной команды из России ну и вы наверняка знаете комьюнити есть ли у кого-то предпосылки из наших русских ребят выйти на мировые уровни? нет ну не знаю на самом деле русские составы они очень чуть-чуть в последнее время развариваются собираются развариваются собираются никто не может создать более-менее стабильный состав мы очень долго обсуждали что единственная команда которая что-то помогла это Туннель Вижн которая исчезла около уже полгода или год назад додали не будет ну да это была команда которая до нас в принципе сложно что-либо судить в конкуренте и нервности в России очень такая довольно-таки слабая поддержка киберспорта и поэтому те кто есть они ну очень сложно и собрать людей и как бы ты изначально когда собираешься ты это больше по фан потому что ты не знаешь что ты не сможешь в России этим заработать денег скорее всего если там не упадут звезды с нет и не выстроится не будет луна поэтому ну и составов флешензанайд что-то пытался собрать но у него команда развалилась потом Думей сейчас кем-то играет и более-менее что-то тоже не очень уровень по-моему еще какой-то был состав я точно не помню Warhunter Warhunter тоже куда-то не пропали все что-то собираются пытаются пропадают поэтому пока ничего не понятно поэтому кроме нас никого нет будет ли отдельный проект опять лол да это ко мне опять лол портал подумываем об этом уже давно вероятнее всего наверное к концу лета будет потому что необходимы для этого некие будут кадры но сейчас с дополнительным финансированием мы можем себе позволить скажем так чуть больше нежели до этого то есть явная чувствуется нехватка как минимум двух вещей это стримера который бы комментировал наши игры именно стримера командного личного но я думаю что не хватает человек который бы писал статьи или делал аналитический видеоматериал то есть по итогам игр может быть собирал какие-то комментарии от игроков и все это дело как-то превращал в интересный контент для тех кто хочет повысить свой игровой уровень игроков легенды какой по вашему мнению самый скилл бейс герой где лисин по моему мнению это тоже лисин люкс герам люкс не может проиграть игру одну или туфель я же кто самый скилл бейс герой ну и эверина а не и чей все бегут я бегу только скилловые парни пик на тебе кэш просто лексич видим ли мы молки талоны на миде поживем увидим так вот дарья опять к тебе очень вопрос ощутил ли ты нерв джакса будешь играть на нем дальше ну кстати на счет того плана ликвовой отриоты что они не все изменения пишут в бочноках то что если там срез демеджа произошел с какого-то определенного скилла это не значит что они конкретно этим что-то такое сделали потому что бывают незначимые баги которые они отправляют как как они предполагают это являлось багом например быстрая автоатака какая-то когда твои скиллы или что-то в таком духе которая конкретно решала лайф-фасу этого чемпиона иногда ты просто чувствуешь что не может быть такого что конкретно смачнота не могло так порезать героя ты чувствуешь что что-то не то что-то конкретно поменялось и вот это вот очень мне не нравится конкретно второй вопрос что насчет петухана на топе говорят мба у всех чемпионов с маной ну не с маной даже у магов у них они меньше бьют надо сказать так потому что все-таки милишники они бьют автоатакой убивают а магу приходится полностью тратить свой ман и если чемпион если какой-то отхил у него есть то посадишь по манне и не сможешь просадить до нужной так сказать хп чтобы убить противника вопрос генжи саппорт также бесполезен обычно поменялся как тебе ну про драйвер ты уже рассказал как тебе варус что-то на уровне драйвера может быть выше правильный вопрос к алексу стрима после тримхака вернуться но скорее всего я буду стримить саларанки да опять я думаю все-таки не будем стримить все будет вот так все будет да просто дай увидим ли мы твоего легендарного физат джанглера на этом турнире нет он слабый вопрос к патер любишь гемжика любимый персонажа каждого игрока Мой любимый персонаж это Морды Кайзер, он же вязаного всех убивает, а я он твой. Раньше я любил Каин, потом, как бы, вообще когда вышел Люкс, мне очень нравилось, она была довольно слаба, но... Но она люкс. Да, скиллшотами, так сказать, убивает все вороны. Да, я вам твой любимый. С Лисин, конечно, он может все. Мой любимый герой, нравится. Как же Блицкранк? Блицкранк, так. Блицкранк, у меня столько убитого? Да. Даша, они кодуются. Почему, что я не пикаешь, Генш? Ну, я кодутся своей командой. Не, Борис, твоей командой, ничего жезти. А что, может, это команда? Так, как у ребят с учебы, все ли успевает, нет ли, трудно? Кроме бобера. А с кроме бобера никто не учится? Все успевает. Фейкер за всех отдывается у вас. Не досыпает за всех, учится за всех. Молодец. А вы думаете? Я за всех. Как ребята нашли друг друга, как образовалась команда? На самом деле, я не помню, как я нашел Геншу и Дарья. Это было очень давно. Было давно-давно-давно-давно. Это правда. Было настолько давно-давно-давно. Было настолько давно-давно-давно. На самом деле, это было два года назад, наверное. Там было столько, так сказать, событий, которые разделяли нас опять, так сказать, сплочали в одну команду. С разными игроками были. Дарья намекает, потому что я Львову с команды, его кикали с команды. Это было просто очень другой вопрос. Где-то уже писал, что он по этому поводу будет писать целую книгу. История Moscow Five, начало. Moscow Five, начало. Начало, да. Ну, а Пеппер, он это. Ко всем добавлялся, вот, друзья, со всеми общался. Еще и еще тогда он никого не флагелил. Он старался попасть в команду. Старался быть дружелюбным, хорошим человеком. И поэтому... По-моему, тогда еще не был Пеппером, сейчас он как перец, вообще. Когда он был перчик, нормальный, добродушный перчик. Все, видимо, не я лахся. Теперь он всех поймет почувствоваться звездой. Раю. Звездно. Всех поблагодарял из друзей. Всегда поймятся лорантами. Короче, личный парень. Дарья, почему ты почти никогда не слушаешься чай для этого? Когда тебе говорят «Грестико» и... Кого не слушаю? Меня и... Кто такие? Друга справа. О, это Даймонд? Задей. Я прыгаю. Они у меня в мыте стоят. Кто такие? Если из них не приходят, то ты их не слушаешь. Да, как бы. Я говорю, эй, Даймонд, если ты не придешь, я умру. В итоге Даймонд приходит, я играю. Или дам. А если я приду, я умру вместе с тобой, потому что мне не запулили. Ну, опять у тебя в лесу осталось. Возвращаемся к вопросу, который был с моего вопросов назад. Короче, виноват Геншер. Да, виноват Геншер. Не помог. Геншер, какой у тебя любимый скин? Кроме Геншер. У меня нет любимого скина. Все, что халява. Да у них. На самом деле вопрос был, у кого какие любимые скины? Кроме Геншер. Кроме Геншер? Хорошо. Фейпер, какой у тебя любимый скин? Мешок Ну-ну. Дай мне тебя. Ну, очень семь. У тебя тоже любимого скина? Да. Скины покупаешь, почти не тебе нравятся, а все творожят. Скин Шиван, на котором я раньше играл, он был просто идеален. Все, за которые мы играем, нам нравятся. Моя любимый скин – это Magnificent Clusted Fate. Хоть и не коммна, но я его люблю. интересного того следим ли мы за азиатской сцены но про американскую примерно понятно это всем очевидно что следим за азиатской азиатской я поглядываю китайский турнир и периодически показываю корейские турниры как бы непонятно вроде играть как все немного более тем темплей менее личный скилл пока непонятно надо их скрестить подыграть на грудь мы скажем что не ибо они нас стирают здания деку не нормально да я что-то мыши тени что-то в лес на втором втором лего не очень она ведь я же почему-то забил на даре вопрос команде почему мы больше не используем свой на этот вопрос был уже отвечен дэмон почему стали чаще пикать ногтёры и не пикать лисина потому что с лисином команда не доживает до замесов которых лисин крайне силен нужно помогать раньше раньше помочь записи на гораздо труднее если враги и не раковые ставят вам дали силу нужен пав я почему-то не играю мне не очень нравится откровенно ребята что для каждого из вас лол вот лол лол очень да имплата порезать лол-триот ревад спасибо ревад спасибо за все Гержин, почему мы не тренируемся 24 на 7? Спать хочется. Да? Да. А другим спать не хочется, когда вы орёте на весь дом? Да. Да. Окей. Это всё таинственный лесник. Я просто не помню, если ты будешь его там не орать. Да. Будешь его там не орать? Дарин, вопрос. Как фанатикам собираемся проигрывать? Фнатики? Да. Кто-то есть у них в команде. Как-нибудь там справимся. Не, у них сильные только игрушники. Надо проигрывать. Мы с ним что-нибудь сделаем, выкремим глаза. Парни, я говорю, я напикаю, за команду выиграем. Если я напикаю, то мы точно не выиграем. Так, ладно. Вопрос к Гержин. Много ли времени уделяешь тренировкам в Лигу Легенд? Если нет, то почему? Достаточно много. Вопрос к Пепперу. Как прошли экзамены? Всё списал? Не всё. Не почти всё. Вопрос к команде. Есть ли у вас новые заготовки на тримхаге? Будут. Чего-нибудь придумаем ещё пять часов. Сейчас добираться долго мы в самолёте делаем. Да, мы в самолёте обсудим все остальные. Просто пять новых придумаем. И ещё десять. В запасе. Чем обусловлено регулярное проигрывание на онлайн-чемпионатах? От скиллов. Я слышал, что каждый проигрыш обусловлен фидовом. Так что, когда фидиш, то проигрываешь. Хоть фида не выйдет. Чего-то выгратишь немного. Вопрос, Дарья. Много ли девушек хотят от тебя детей, или она одна такая, которая написала этот вопрос? Или я одна? Да, у меня там девушка. Мужчина. Давай покурю. Давай покурю. Давай покурю. Давай покурю. Как ответил, а? Если я буду бегать на тримхаге, да... Хотелось бы узнать, Алекс, хотелось бы узнать, какие у тебя уже намечены контурпики против они. Мордыха есть? Яйца ломать. Яйца ломать. Да, кстати, ещё чуть-чуть выше вернёмся к вопросу Мэнни Павлика. Он, кстати говоря, нас встречал после победы в Ганновере. Там, Алекс на дримхаге были, чтобы ты боинься. Они... Их как моря Фрогена, или будет опять экстрим, ну, как моря, их всем известно порезали, поэтому мы его боинься не будем. Ну, и против моря мы выиграли. А Нивия... А вот они... А Нивия... Ну, я не знаю, птицы с сиськами, ну, подобное. Как прокли. Как прокли. Как... Как карты даже... Возможно, выклюнем, да. Вообще, я слышал, что когда играешь на дримхаге, обычно те команды, против которых что-то намечаешь, они либо не выходят, либо проигрывают кому-то по пути. Слушай, мы ещё не прошли. Не, ну уж четвёрку-то надо быть полным инвалидом, чтобы не попасть на бьюги. Вообще, они ныли то, что там был один и... Ну... А нет, не прошло. Ну, на онлайне... Там чё-то посерьёзнее. А, кстати, я никому по-моему. Монавиа. Да. Монавиа тоже, да. Да. Даймонд. Контр-джангл против наука. И кого бы ты был? ЦВ. Генжи. Раньше можно было уведить тебя за разнообразными, а до керри, а сейчас только корки, с чем это связано? Тра-та-та-та. Корки ОПИ. Да,деролизм. Мне команда только на корки доверяет. Ничего не могу сделать. Ой. Корки дальше всех улетает. Вообще мы и как-то... Еще раз Генжи тестирую. Генжи даже на топе всех за корки убивает, поэтому всех героев дарят. Поэтому корки признан ОП. Трада там была его единственная, он... Ну, убивает, да. Корки ОПИ. Я думаю, подумал бы Анатолий на горке играть. Нажимать герою нет? Там Даниле вопрос. Где? Кто такой алюминий жанр? Я отвечал на вопрос уже три раза. Супер раньше. Далин. Он любит пятибалльный шкал. Далин, как ты оценишь сильнейших салтоперов его по пятибалльной шкале? Как тебе викид? Два. Нет, тоже два. Ангуш-3. Ангуш-мужик. Кинг-2. О, это ноль. Это три на одного. Дарья, Жень, там пять баллов. Ну, не знаю. Хочешь тыс? Онлайн-ноль. Онлайн-ноль, да. Онлайн-ноль, да. Не, походи. Не, а я ставь пятибалльный пятерку. Дарья, он вчера не видел даже почти. Команда одна. Команда помирала. Команда помирала. До свидания. О, какой длинный вопрос. Да. Вопрос коллекции. Ты всегда показываешь очень высокий уровень игры. Порой кажется, что играешь как робот, холодный расчет, точно выверенный байт, отлично позиционирует. Не дает ли сам процесс игры, не сама игра в целом, а именно состояние на медиадном, разный фарм, ганки и так далее. Все зависит от уровня игры, от времени проведенного за игрой. Имеется в виду ситуация, когда ты сидишь играть и играешь много игр подряд. Нужны несколько игр, чтобы влиться под эти качества игры при очень долгой игре. Но на самом деле, вот именно если брать кучу игр за день, то к последним играм ты играешь реально как робот. Ты уже нифига не соображаешь, у тебя просто мозг кипит и уже ты делаешь очень много всяких ошибок, которые бы не сделала игра в начале. Ну может быть, иногда нужна одна игра для разогрева, потому что иначе там может пострадать кс, допустим, крипов не сразу получится добивать, если там только встал. А так, в принципе, вот, и а так, ну конечно не надоедает, и очень важен вообще опыт игры, потому что это все как на основе рефлексов, то есть если ты в такой ситуации уже был, чаще всего ты быстрее можешь среагировать на интуиции, как из нее выбраться. То есть все эти вот интуиции, дежавю и так далее, она все основана на том, что эти ситуации с тобой уже происходили. Вот. И, ну поэтому, я думаю, что в принципе не надоедает, потому что всегда я узнаю что-то новое, всегда предоставляет, каждый человек играет по-разному, всегда интересно. Компопрограмм. Не было ли желания играть за саппорт? Опа. Фу-фу-фу, нет. Я один раз сыграл, меня заставили на 2000 ИЛО сыграть за саппорт, я взял 40, 20 минут я стоял на линии и ничего не делал. Я уснул. Да. Мне это так люто вывесило, что ты просто ничего не реально ничего не мог даже сделать с тем, что я ничего не делаю. Мне это люто вывесило. После этого я либо ливал, либо фидел, когда меня заставляли играть на саппорт. Второй вопрос. Да, вы можете чаще пытаться обуздать себя, когда ты начинаешь ругаться. Обычно бывают вызваны низким уровнем играть оппонентов, да их действия становятся настолько тупыми, что предсказать их невозможно. Когда команда из-за кого-то проигрывает тем, кто-то. Я конкретно против этого и ничего сделать не могу, а в остальной ситуации я постараюсь. А я вот не ругаюсь, когда им это разговаривают. Я уже даю на пейку, извините, вопрос, как вам нет. Давай, до свидания. В каких случаях мы пикаем трендомеры? Ну, мы уже не пикаем трендомеры. Пожалуйста, как надо. Вопрос. Следующий. Ладно, ты его пропустил, да, и он согласишься сниматься в рекламе магазина «Юный турист». У тебя слова будут, когда я иду в лес и покупаю все в магазин. Сколько заплатят? Если за квартиру, может быть. Когда я иду в лес, я покупаюсь в магазине «Юный турист», там «Матриц в Ультразор» на руке, короче. «Матриц в Ультразор». Что, Дайман возьмешь, а вот это турниры. Dreamhack. Не опять бегать по вражескому лесу и ничего не делать? Вообще-то вражескому лесу. Как у него-то тяжелое лесникает. А чем-то и случайно закрыл вопрос. Ребята, куда бы вы хотели послать фанов, которые вас запланили? Далеко. Криот. Спасибо им за это. Небо их понятно. Я бы так ответил, что само понятие «фанат» не подразумевает то, что человек разочаровывается в своей команде при первом же поражении. Человек – это как друг. То есть это такое понятие круглосуточное. Нельзя, чтобы быть сегодня фанатом одной команды, а завтра другой. Если ты себя перечитаешь по числу таковых, то ты должен быть с командой до конца. И как минимум глупо переставать быть фанатом М5 Лол, когда ребята два ванна выиграли. А онлайн-турнир, если мы берем все, что было в последнее время, когда мы стали опять тренироваться, не берем в расчет март, когда был отдых, апрель, когда Леша лежал в больнице, в мае, когда вышла в «Аркайской» выходить. По сути, нигде не участвовали, не было тренировочного процесса. Активно мы стали возвращаться, числа где-то с 20 мая. Так, с «Бучкой» у нас был разговор внутри команды. Еще я слышал, что всех пойдет за вторые места. Вот, да. И второе-третье место, как можно за это, к тому же это в онлайне, скажем так, ну, если был бы не выход из группы или провал в первой стадии – это одно. Когда ты занимаешься все время, там, первое-второе-третье, первое-второе-третье, то это, мне кажется, не так И дело даже не в этом. Если ты видишь, что команда не готовится, ничего не делает для того, чтобы играть лучше, тогда можно их в чем-то обвинять. В противном случае, если ты фанат, ты фанат и не должен переставать выйти из-за лишь поражений. Те более таких. Каждый день практически тренируемся. Так, что у нас еще? Сколько у нас еще времени? Да, время, ну, где-то еще минут десять мы ответим, потому что уже практически два часа мы ведем трансляцию. Куда бы вы хотели? Так, Генжи лучший. Какой игрок вносит дисбаланс в лоу больше всего? Чего? Да. Какой игрок? Алекс, назови своего персонажа, за которого тебе действительно приятно играть. Вардекай. Он железный, он клевый. Вообще просто. Так, ну, про предложения и так далее. Хочел про это. То есть, про Миньон. Чего Хочел? Помнишь, какое-то видео было, спрашивали на разных турнирах, типа, что он про него думает? Он все время одно и то же отвечал, типа, это круто, это быстро, там, это новое и так далее. Так же про Арду Кайсер. Он железный, он клевый, играйте, пацаны. Он так и есть. Вообще ТФ еще весел. Да, когда Даймонд успел набить столько элло? Ну, со мной это было играло. Да, когда я решил поиграть за благояту, вспомнить старое. А парни что-то забыли, что он может делать. По ночам с ним играет, там, 50. Там вот есть два вопроса. Один очень большой и второй чуть покороче. Ну, примерно суть одноэтажа. То есть суть примерно такая, что у Лова очень большая аудитория. Планируем ли мы как-то расширяться, смотреть в сторону этой аудитории? Да. В том числе и планируем сделать английскую версию сайта. Во всяком случае по Лову однозначно. Потому что очень много зрителей у нашей команды, в том числе из других стран. Очень много у нас поклонников. Если даже в среднем брать там статистику по стримам наших игроков, где-то процентов 20. Это Россия, все остальное это зарубежье. То есть процентов 5 на СНГ отходит на русскоговорящую. Остальное там Тайвань, США, Франция, Германия и так далее и тому подобное. Дальше. Как, по вашему мнению, Фнатик стали сильнее или избавились от балласта? Поэтому... Фнатик стали сильнее, избавившись от балласта. Да они просто играют и играют. На самом деле они еще там тренируются, я слышал очень много. Но вообще основная проблема в том, что у них Шушей играл слабее СОУС. Да. Как бы СОУС тоже не играет. Просто парни играют и тренируются и все. Возможно, я думаю, там, то что Шушей, так сказать, не особо хотел много тренироваться. Есть фишка в том, что я слышал, да, реально Шушей был, он нет. Ну, как в Майке? Паду по ТУСу. И когда он в последний турнир не стал участвовать, в котором участвовал командный, он был немножко кикнут из команды. Так, ну и второй вопрос вытекающий отсюда. Считаете ли вы, что Фнатики сейчас смогут достичь нового СОУСа? Смогут лучше, чем предыдущий. Все могут достичь в СОУСа. Фнатики сейчас реально могут. Вполне вероятно, что они будут в группу. Так, вопрос про то, где мы будем квалифицироваться на финал второго сезона. Квалификацию будет в Германии в рамках Gamescon. Будет это 16 августа. Естественно, мы полетим, будем участвовать в этом турнире. Но до этого турнира мы планируем еще посетить Польшу, если пройдем квалифиат онлайн. Так, что еще из такого, из интересных вопросов. Так, пойдем, наверное, перескочим чуть-чуть эту страницу. Потому что тут уже реально у нас... Слышно, какой-то палец Дарин доказал, что Мордекайзер контрит и не за нами кто-то следит. Так, навалится отношение, когда ладно будет убедить это все. Так, Даймонд, как-то научился джантлить, с каких перстов начинал. Че, как. Играл на соло-топе, увидел стрима Алексеевича, он бегал на вражеском синем бафе за шагом. Подумал, а че бы не пробежаться по вражеским бафам. Хоп, плюс 500 улов, поехали. Не стыдно раздавать. Генса, почему не играешь за Грейвса? Я уже отвечал много раз за Грейвса, за Вароса, за прочую фигню я не играю, но они фиговые. Так, Дарин, почему так много фигиш? Я уже много раз отвечал. На эту фразу у парней даже Викид отвечал. А у тебя блин, фиг, фиг, фиг! Так, Пейпер, почему не нравится метелка? Не нравится? Гена, не нравится? Она метется, а ведь... Метелка. Метелк метет. Метелк метет. Ну, вот я... А нас привозят волосы. Закитает метелки. Генша, ну, волосы с доставкой надо. Так, здесь, попробуя сейчас уже, мы идем так и к завершению, объединять вопросы. Очень много вопросов по поводу вчерашнего нашего выступления на Лигу Чемпионс. И все практически сводятся вопросы, там, к причинам поражения в нашем финале против Натик. Ну, там, каждый из вас то, что видел. Сделали ошибки. В первой игре... Ну, как бы, очень важные ошибки, это филсблат. Уже вторая ошибка в игре... Вы были допущены... Опять же... Улучшаем стратегию. Доблкил. Дальше я... Дальше я совершил несколько ошибок на линии, после чего я смогла немножко там это... Усугубить ситуацию на низу. Ну, и дальше мы, в принципе, почти выправили ситуацию, но, опять же, сделали несколько ошибок, очень-таки хардкоровых, в плане на Шора, которые повлияли на результаты игры. Ну, в первой игре отдача без Влада повлияла очень сильно, такой Никола Глобал Страта, и каждый фраг был на вес золотой, чтобы они могли задоминировать полностью. Так... Дальше... Тут Элвен Сонг говорит спасибо. Не за что. Мне. Я ему говорю, пожалуйста. Но иначе никак не могло, надо было это обязательно сделать. Леш, к тебе вопрос, поедет ли с тобой твоя девушка на DreamHack? Нет, со мной моя девушка и поедет на DreamHack. Сейчас сидит дома. Надеюсь, смотрит эту трансляцию, поэтому передаю ей привет. Да. Данилей, все восхищались твоей стратегией Counter-Jungle, потому что это было новым веянием. Сейчас ею пользуются все, кому не лень. Не пора бы делать порно Ганг Топа, ведь все приоритеты сместились именно на этот лайк. А я что делаю? А я что делаю? Вообще, если открыть и назад, то можно это понять. Да. Но если только иногда... Ботлайн помогает? Ботлайн всегда не помогает. Ботлайн всегда не помогает. Ботлайн плавится на своё выживание. Это может. Ботлайн? Давай до врага вначале. Так, ну какая выживание, я слышу. Мы перед смертью забрали большого рейта. У нас теперь не дай мы ходить в лезер в оффлайн. А то джампит пара. Перед этой бутылой мы забрали большого рейта. Прошлись по варту, посмотрели, умерли. Тут очень много вопросов дублировано, сейчас я еще посмотрю на последней странице. Да. Вот, Пеппер, что ты думаешь насчет своей репутации знаменитого Флэйпера? Понятно. Держим марку. Я думаю, это нормально. И как относитесь к викидов? Я все написал. Все знают. Ладно, Таня, будем усолить. Понимаете, все, снова. Так. Кстати, такой вопрос. Рай, на Алис, многие персонажи из Лова похожи на персонажей из ДОТ. Кого бы ты хотел видеть? С такой персонажей ДОТ? Мы тут недавно обсуждали, что топ-баратрон был бы неплох. Говно. А Бадон? Бадон слишком опай. Был бы просто реально все обилки нужны. Опа. Сэр, мы заберем. Короче, Лига Легенд рулет. Лига Легенд и ДОТа хорошо. Так, шляпаются паучками все. Вот эти, я слышу. Тут такой вопрос. Вопрос к автору новости. Почему Груф самый первый на этом новости идет по списку? Его роль так важна в команде? Нет, просто я являюсь менеджером. Поэтому, что я являюсь капитаном? Соответственно, идет по старшеству. Идет сначала менеджер, потом идет капитан, потом слогал игроки. Все очень просто и логично. Никто никого не выделяет. Он оказался на нем. Я уверен, что Груф писал новость, поэтому он написал себя первый. Да. Все это просто. Поэтому, мы простые люди, самые обычные. Так, что еще из интересного? Вот, там к тебе, Леш, вопрос. Ты наберешь 2900 ТЛ и обгонишь Alternated Lord? Нет. Ну, если учесть, что в среднем игра ищется около 30 минут. Нужно пикать о поиг героев и играть в полной концентрации. И говоря о том, что сейчас на High Elow очень много троллей, то без расчета времени это займет очень много. 10 лет. 10 лет. Поэтому, я даже не знаю, посмотрим, пока я играю на других аккаунтах. Это будут платить за топ-1? Да, все набирали топ-1 к второму сезону, ничего не дали. Что это такое? Вот, кстати, интересный вопрос. Какие команды, по вашему мнению, пройдут квалификацию на финальный турнир второго сезона? Ваш прогноз, кто упадет в число участников финала второго сезона? Тайпой Ассасинс. Остальные не знаю. Ну, вообще. Я думаю, ТСЛ, Тайпой Ассасинс. Все еще развалятся пять раз. Еще неизвестно. Китайцы не разваливаются, слышно. Китайцы, да, в китайцев я верю. Я верю в Тайпой Ассасинс. Китайцы топ-1 команды. Да, даже корейцы распадаются. Ну, да. Тот парень, который, наверное, на стрим, вышел с командой. Так, что-то у нас еще есть. Вопросов. Ну, сейчас уже главное, наверное, закругляться. Давай, там что-то реально. Практически 2 часа эфира. Можно говорить спасибо всем. Так. Спасибо центру за это. Ну, все. Это мы будем говорить, когда проиграем. А, вот. Слышит. Едет. Такой вопрос, Леша, к тебе. Что ты думаешь, по поводу команды динамика, сцепления лол? Взлетят они или нет, как ты считаешь? Я считаю, что они свой взлет уже немножко пропустили. И я стоял против них на топе, против их соло-топера. И понял, что они не взлетят. Потому что, если сравнивать в плане механического скилла с Дарьевым, то там все плохо. А так, ну, как бы у них такая средняя команда, они могут выигрывать, могут проигрывать. То есть, в принципе, у них довольно-таки неплохие игроки. Но, в общем плане, я думаю, у них средне-сильная команда. Наш фигалик – буржуи. Так сказать. Есть более сильная команда, скажем так. Так, тут такой вопрос, не совсем понятный. Почему ваша команда в последнее время в ланг-турнирах показывает такой не очень хороший результат? Последний наш ланг-турнир был в начале марта. Мы его выиграли. Очень плотный результат победы, я понимаю. Я думаю, это вопрос от ТСМ. Внесу ясность. Импиад Лол участвовала два раза на ланге. На двух чемпионатах мира. Киеве и Германии. Оба мы выиграли, все остальное, что вы видите. Может быть, там, ну, чуть-чуть какое-то недопонимание. Я думаю, он в онлайне ланг-турнирах. Это все в онлайне, все эти турниры проходят. Ланг-турнирах из планируемых, я уже говорил, у нас сейчас основных три. Первое – DreamHack. Второе – турнир в Польше, если пройдем квалификацию. И третье, на котором мы точно едем, это Германия. То есть, вот июнь, июль, август у нас по одному лангу. Я чувствовал, что там Айфел где-то есть. Лето будет жарким. Да, есть еще и ел, есть еще, если попадаем в финал второго сезона. В общем, в ближайшие четыре месяца вас ждет, как минимум, наших пять выездов. Но очень крупные сезоны. Минем-треть. Так, ну, тут почти на все отвечали, отвечали, отвечали. Хочется дойти дальше, чтобы никого ни в коем случае не обидеть. Так, что тут у нас? Так. Что вы думаете? Как вам Dota 2? Какой вопрос центральный? Не играл. Я цикла играю Dota 2. Черная игра. Я внутри лучше. Так, спрашивает по поводу сегодня. Будут ли сегодня игры у нас какие-нибудь ребята? Айфел. Может быть будет Айфел, но мы так и не договорились. Как долго вы планируете профессионально играть в Лол? Пока платят, играем. Пока игра не надоело, пока есть с кем играть. Тут, кстати, в комментах советуют уже все-таки дать нам Дарьяну сделать пик самостоятельно, хотя бы раз, чтобы он показал новое, на что еще спасал. Я-то покажу пик, команда покажет. Да, Дарьян пикнет, это будет 0.30 сразу на всех лицах. Да, Дарьян, ты мне мордокандиры пикнешь? Нет. Кого ты мне пикнешь? Люкс. А, что, культует его, как и выяснили, да, все это, да. Давай, с Геаля-то. Поддерживать эту компанию. Так, ну, в принципе, что? Будем, наверное, мы прощаться. Там еще у нас одна ответственная страница, наверное, но практически на все вопросы ответили, да. Всем спасибо большое. По возможности мы постараемся сделать включение из Швеции прямое с DreamHack'а. Если интернет позволит, мы с собой возьмем мой ноутбуки MSI, но, как бы, не знаем пока, сможет ли интернет, там, позволит сделать хорошее качество эфира прямого. Всем еще раз спасибо и до новых встреч. Спасибо. Спасибо, ManView, спасибо MSI, спасибо Диме Смелову. Спасибо всем нашим фанатам. Мы всех вас любим. Счастливенько. Приезжаем.